Сегодня давайте откроем послание к римлянам, 15 главу. Слово Божье поблуждает нас помогать тем, кто в нужде. И одно из направлений служения нашей церкви – это благотворительность. Даже сегодня у нас будет, вы знаете, в конце собрания, после собрания, окончания, раздача одежды бесплатная. Мы стараемся развивать нашу социальную работу, наше социальное служение. Но Слово Божье учит нас еще о чем-то. И я считаю, что это даже более важно, чем благотворительность. Тут даже дело не в том, чтобы это сравнивать. Но, как это не покажется странным, к сожалению, мы вот об этой важной вещи забываем. И вот откроем с вами послание к римлянам, 15 главу. И прочитаем первый стих, первый стих, 15 главы послания к римлянам. Где апостол Павел пишет, мы сильные, то есть апостол Павел причисляет себя в категории сильных людей, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. И вот Павел, причисляя себя к сильным, показывает, что же является характеристикой сильного человека. Сильный человек, это не тот, который может выжать штангу 200-килограммовую или протянуть на несколько метров там камазы, белазы или составы с поездами. Сильные, это не те, кто стоят часто в лучах славы с наградами. Павел говорит, что сильные, да, они могут быть в лучах славы, у них могут быть награды, но характеризует их другое. Смотрите, сильные, это те, кто, но несут немощи других людей. То есть сильный человек, не просто тот, кто берет ответственность за свою жизнь, а сегодня немало тех, кто даже за свою жизнь не берет и не несет никакой ответственности. Так вот сильный, он и за себя несет ответственность, и за свою семью, близких ему людей несет ответственность, и несет ответственность за окружающих людей. То есть от сильного зависит не только его собственная жизнь, но и жизнь окружающих. Я думаю, вы переживали такую ситуацию, когда вот внутри трудно как-то, может быть, страх или смятение. В общем, ты внутри себя ощущаешь как-то неуверенно, и вдруг появляется какой-то человек, и вместе с ним словно в тебя входит уверенность, радость, что все будет нормально, все будет хорошо. Бывало у вас такое, да? То есть как будто вот само присутствие какого-то человека, его воздействие на окружающих внушает веру, приносит радость, дарует мир. То есть вот это сильные люди. Сильные люди, это не обязательно те, которые там имеют какие-то должности или посты, но это те, которые вдохновляют не только себя, но всех, кто попадает в их орбиту. И именно об этих людях написано в последней книге Библии, где в Откровении Иоанна Богослова, где он говорит о побеждающих. И вот Дух Божий говорит, что одно из обетований побеждающих, сильных людей, настоящих победителей, побеждающих, говорит Господь, сделаю столпом в храме Бога моего. Помните? Столб – это очень важная часть конструкции здания. Это не всегда видная часть, но это важная часть. Мы, когда искали помещение для церкви, когда мы покупали, и вот Дмитрий знает, для нас одно из самых важных вещей было найти, чтобы было место для зала, и мы очень хотели, чтобы в этом зале не было столбов посередине, или вот как это обычно бывает, потому что из-за столбов трудно смотреть и слушать проповеди и тех, кто сидит за столбами. Правильно же, да? И вот мы искали, и бывали такие хорошие помещения, но вот идут там двумя рядами столбы, или один ряд даже посередине, и проблема-то в том, что столбы убрать нельзя, потому что на них держится вся конструкция. Ты не уберешь столбы. Да, вот, например, в окнах трещины могут еще постоять, не страшно. Будут деньги заменим, правильно же? Но если трещина в столбе, то это угроза, что все здание может сложиться и рухнуть. И у нас, к сожалению, в нашей стране были примеры, когда из-за проблемы в столбах там, ну вы помните, да, огромные конструкции, торговые центры, аквапарки бывало рушились. Столбы очень важны. Они часть несущая. Они не просто себя держат, как окошко, да? Ну оно, тут-то окошко и окошко. Убери стекла, здание не рухнет, правильно же? Но столб убери. Все. Все. И вот недавно у нас, читал новости в одном из городов России, когда там один предприниматель внизу там поубирал столбы, делал магазин, ему надо было такое большое пространство, и вроде бы все нормально. И вот спустя несколько лет рухнуло весь подъезд. Убрал несущую конструкцию. Так вот, сильный человек в глазах Бога это столб. Тот, кто не просто самого себя как-то поддерживает, но поддерживает что-то большее. И вот Павел говорит, мы сильные должны сносить немощи, то есть это мы должны нести. То есть столб не просто себя несет, он других несет. Свои силы он помогает другим, слабым. И вот смотрите, в этой же главе, в этой же главе, в 28 стихе апостол Павел пишет уже о своем служении. Мы помним, что он сильный человек, он сильный духовный лидер, да? Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправляюсь через ваши места в Испанию и уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова. Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа подвязаться со мной в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудеи и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами. И вот смотрите, сильный духовный лидер, величайший апостол в истории церкви, Павел, обращаясь к христианам Рима, просит их помогать ему подвязаться с ним в молитвах за него Богу. Возникает вопрос, подожди, подожди, Павел, ты сильный человек, сильные должны немощи других нести, а ты сильный просишь, чтобы тебе помогали. Это ты должен за всех молиться, ты же сильный духовный лидер, ты же так Бога знаешь близко, это ты должен за всех молиться, а тут ты просишь за себя молиться, за себя молиться. Ну, как так, Павел, ты что, ты сильный или не сильный? Сильные должны помогать. Но апостол Павел здесь показывает очень важную истину, которая ускользает от многих и многих христиан. Не только сильные помогают, очень важно, смотрите, сильным помогать. И тут же возникает вопрос, подожди, сильным? Зачем они и так сильные? Он же сильный. Так вот, именно поэтому, он же сам еще другим что-то дает, вот именно поэтому сильным нужно помогать. Я не так давно в интернете прочел очень короткий текст, и меня он коснулся, не знаю, кто автор, называется «Берегите сильных людей». И вот что здесь написано. «Сильные люди бывают намного беззащитнее слабых. Во время урагана гибкий тростник гнется и шуршит, а сосна просто ломается и умирает навсегда. Сильные люди отвечают вовсе не за себя и даже не за своих близких, они отвечают за весь мир, попавший в их орбиту. Сильные люди вовсе не здоровее и не крепче всех прочих, просто они точно знают, что не имеют права падать в обморок и умирать, пока от них все еще кто-то зависит. Они способны во время обширного инфаркта прыгнуть в воду, доплыть до тонущего ребенка, вытащить его на берег, удостовериться, что ему больше ничего не грозит и только тогда отключиться. А еще сильные люди очень одиноки и вовсе не потому, что никого не терпят рядом с собой, просто они же сильные. Вот никому в голову и не приходит, что и им бывает больно, страшно, одиноко, просто тоскливо. Ходят по земле сильные, молчаливые люди, с ними не всегда легко, не всегда приятно, не всегда комфортно, зато надежно. Это и есть та самая кавалерия, которая всегда приходит на помощь в последний момент. Берегите сильных людей. Вы знаете, то, что написано, оно очень соответствует многим местам из Священного Писания, я сегодня вам их покажу. когда мы понимаем, что да, нужно поддерживать тех, кто поддерживает других, нужно помогать тем, кто сильным. Как окажется, вот бомжи, алкоголики, вот им нужно, а это сильный человек, зачем ему помогать? Но я тебе скажу, как раз сильный нуждается в помощи намного больше и намного важнее помогать сильному. Это все равно, что поймите, либо рыба, либо удочка. Рыба съел и все, а удочка можно много еще ловить. Так вот, нужно помогать рыбакам, людьми с удочками. Я на прошлой неделе был на одних похоронах, и, может быть, вы читали в новостях, у нас скончался академик Татаркин, который был глава отделения, уральского отделения, в свое время был глава уральского отделения Академии наук. Вот. И хотя он не был членом нашей церкви, но его дети ходят в нашу церковь, они члены нашей церкви, и меня попросили сказать небольшое слово на кладбище. Вот. И вы знаете, вот когда находишься, человек умер, ну, как, знаете, говорят, для мужчины сегодня в расцвете лет и творческих, и жизненных, вдруг раз, раз и умер. и немного зная жизнь этого человека, и семьи этого человека, я скажу, что в действительности, вот, когда есть сильный человек, который идет вперед, который что-то двигает, всегда много людей, которые недовольны. О, там, всегда недовольны. Тем, кто на виду, всегда недовольны, всегда видят недостатки. Но, знаете, как по поговорке, что не ценим, пока имеем, но ценим, когда теряем. И когда видно, что вдруг раз, и человек уходит, и я видел, когда на кладбище, видел, там, ученые были разные, видел растерянность у этих людей. И многие во время слов говорили слова извинения. Вот как будто на самом деле, вот чтобы понять, что сильного нужно поддерживать, нужно, чтобы этого сильного не стало. А когда сильный есть, на него сгребают все проблемы. Никто не думает говорить ему хорошие вещи, ободряющие вещи. Никто не думает помогать ему, поддерживать его. Ну, он же сильный. Он сам должен все вытаскивать, вывозить должен всего. И когда, бах, вот эта сосна ломается вдруг, и все не ожидают, как же так? А что делать-то теперь? Как же мы без столба? Сейчас же тут все рушится, начнет. А когда столб стоял, и когда ему было трудно, а его нагружали и нагружали, нагружали и нагружали, но поймите, ни один столб, он не может безгранично выдерживать нагрузку. И если, например, мы хотим что-то сделать, там еще один этаж, мы понимаем, нужно укреплять столбы. Когда вот мы думаем, в дальнейшем строить балкон здесь, да, в дальнейшем, у нас планы такие же есть здесь, балкон будем делать, да, позволяет все, но балкон сделать не трудно, а выдержит ли остальная конструкция, вот то, что здесь есть, вот эти столбы, они не выдержат просто так, нужно их усиливать, понимаете? А нам кажется, а что усиливать? Нормально же все, стоит же все, давайте еще строить, еще этаж пристроим, еще балкон сделаем, еще тут грузы понаделаем, еще светильников понавесим. И когда в один момент вдруг столбы не выдерживают, потому что ты думал обо всем, кроме как о столбах, кроме как о сильных, и все начинает валиться. И апостол Павел и показывает, поскольку я несу это служение, помогайте, поддерживайте, а люди это не ценят. Я до сих пор помню, как вы знаете, у нас мы были с Дианой однажды в отпуске, в одной из церквей нашего побережья Черноморского, и церковь узнала, что мы там были проездом, и они очень попросили, чтобы это было в Анапе, очень попросили, чтобы мы послужились с Дианой. Говорят, вот вы же приехали, ну вам же не трудно, послужите. Ну мы думаем, да, все равно воскресенье, и мы пришли в церковь, Диана пела, я проповедовал. И после собрания подходят верующие к Диане и говорят, Диана, как, говорит, какой великий дар Бог дал тебе, что ты без всякого труда поешь, как пептица. Вот редко меня какие слова выводили из себя. Я хоть и пастор, у меня тоже плоть, к сожалению, есть. Я смотрел на этих людей и думал, без всякого труда. Когда она, имея детей уже, училась у нас в Уральской консерватории, без всякого труда. Да как она поступила уже, ей было за 30 лет, и все эти девочки, 20-летние, 18-летние, смотрели, что эта тетя пришла сюда делать. И ей сказали, что вот в таком возрасте вы не можете у нас учиться бесплатно, и она должна была платить. И только потом, когда она стала, ей уже перевели на бюджет в нашей консерватории. Но мы сколько вложили денег и финансов это. И потом, когда она ежедневно занималась по несколько часов, потому что для несведущих некоторые ноты высокие, которые берет сопрано, по усилиям сравнимы с трудом у Мартеновской печи. Такая идет нагрузка на мышцы. Это же специальные тренировки. Это же поток воздуха, который берет оперная певица. Он может просто все у тебя разрушить, все кости. Это же специальная работа, подготовка. Человек ежедневно работает. А часто люди не это не ценят, думают, ну и что, пришел на сцену, а что видишь, просто человек вышел на сцену и поет. А это самое высокое мастерство, когда человек делает трудные вещи, а всем кажется, как это просто и легко. И вместо того, чтобы поблагодарить какой-то, ой, ну слава Богу, без всякого труда, как птичка. Как птичка. Или когда бывают собрания, и у нас есть музыканты и певцы, которые трудятся, они приходят раньше времени собрания, чтобы репетировать. У них есть отдельные репетиции. И потом после собрания часто никто не подходит, чтобы хотя бы как-то ободрить, поддержать. А ведь на самом деле, кто был на сцене, вы же понимаете, что когда ты по-настоящему служишь, это же полная отдача. И спускаясь со сцены, ты чувствуешь себя словно опустошенным. к очень слабым. И вдруг подходит тебе какой-нибудь человек и говорит, пастор, а я не согласен. Я понимаю, он может быть один из тысячи, но эти тысячи довольных, согласных, не сказали, не поддержали, не ободрили. А вот недовольный он нашел время. И ты вот сидишь такой, и этот приходит, а я не согласен. И начинает... И кажется, ну а что? Это сильные люди, им так уже на сцене здесь. Уж куда больше. Давайте пойдем бомжам и алкоголикам помогать, а эти так выдержат. Но на самом деле, именно на этих все держится. И они к тому, что мы не должны заниматься благотворительностью, и к тому, что должны быть правильные в жизни приоритеты. Но людям... Вот почему так популярна желтая пресса? Людям намного интереснее не помогать сильным, а наблюдать за проблемами в их жизнях, а еще лучше за падениями в их жизнях. Вот проблемы... О, у кого проблемы? У этого? О, нет, мы еще не знали. И сразу вдруг интерес в глазах. Это всегда было. Не случайно, я помню, меня так впечатлило письмо Пушкина Александра Сергеевича его другу Вяземскому. Вяземский в свое время сокрушался, что пропали дневники Байрона, записки Байрона, где он там многими такими своими личностными вещами делился. И вот эти дневники пропали. И Пушкин пишет Вяземскому такие слова. Зачем жалеешь ты о пропаже записок Байрона? Слава Богу, что потеряны. Отставь любопытство толпе и будь заодно с гением. Толпа с жадностью наблюдают, потому что в подлости своей радуются унижением высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости толпа в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы. врете подлецы, пишет Александр Сергеевич. Он и мал, и мерзок, не так, как вы. Иначе. Почему мы так радуемся? А, вот, смотри, вот, вот, вот. Как будто и ждем. И когда вдруг сильные падают, ты понимаешь все. Он, может, не напишет никаких книг, не сыграет никакой музыки, не поможет, не сделает ничего. Для кого? Да для нас же не сделает. И вот, когда умирают эти люди, вот тогда начинаются красивые речи на похоронах. Когда мы читаем послание апостола Павла, мы видим, что да, это был сильный человек, но через сколько сложностей Павел проходил. Там некоторые люди брали посты, чтобы Павел умер. Помните? То есть люди готовы брать посты, чтобы Павел умер. А брали ли посты, мы не читаем, чтобы Павел служил больше и больше. А зачем? Павел и так сильный. Пускай он постится за других, он постится за остальных. Я знаю, что это такая тема, знаете, она не очень популярная. Но мы видим в Священном Писании среди 12 апостолов были трое, кого Иисус особо учил, особо тренировал. Когда Он поднимался на гору преображения, Он брал их троих, Петра, Якова и Иоанна. Когда Он шел в дом Иаира, где была Его мертвая дочь, Он брал этих троих, Петра, Якова и Иоанна. Ну вот однажды, смотрите, Марка 14 глава, 32 стих. Они пришли в селение, называемое Гефсимания. И Он сказал ученикам Своим, посидите здесь, пока Я помолюсь. И взял с собой Петра, Якова и Иоанна. Опять взял в Гефсимании Петра, Якова и Иоанна. Но смотрите, что произошло. И начал ужасаться и тосковать. И сказал им, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте. И отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил, Авва, Отче, все возможно тебе, приношу чашу сию, пронеси чашу сию мимо меня. Но ничего я хочу, а чего ты? Возвращается и находит их спящими и говорит Петру, Симон, ты спишь, не мог ты бодрствовать один час. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение, дух бодр, плод же немощно. И опять отойдя молился, сказав то же слово и, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им, вы все еще спите и почиваете? Кончено, пришел час, вот предается сын человеческий в руки грешников. Он их неоднократно брал в особые места, где они переживали силу Божью, славу Божью, видели исцеление Божье. Но здесь он взял их не чтобы им помочь, не чтобы их научить, а чтобы они помогли и поддержали его. Уж кто-кто, Иисус был сильным духовным лидером, нес благословение всем. Но пришел этот трудный час, когда он почувствовал, он может сломаться. Вот вы просто представьте, а что было бы, если бы Иисус сказал, нет, отче, я не хочу пить эту чашу, пусть она пройдет мимо меня, я не пойду дальше. С ним все было бы хорошо, потому что он был святой и безгрешный, он мог уйти без проблем на небо и радоваться с небесным отцом, но что было бы с нами, если бы не было креста, не было бы голгофы, он сильный взял на себя бремя всего мира, грехи всего мира, проклятия всего мира, но даже он сильный нуждался в этот час в поддержке. Самые близкие люди, самые близкие ученики были с ним, они же видели, что он ужасается и скорбит, они видели, что его просто трясло, капли крови падали с его чела. Если на Голгофе кровь капала из-за внешнего воздействия, то в Гефсимане кровь капала из-за внутреннего. была такая борьба, и он просил их, помогите, поддержите меня. Даже Иисус в этом нуждался, в помощи и поддержке. Так он же спаситель, что его-то спасать? Его поддерживать, это он должен всех нас поддерживать. Но часто эти люди, никто другой нуждается в поддержке. И это, я еще раз повторяю, более важно, чем любая другая поддержка, потому что от поддержки этих людей зависит успех всего дела, всех окружающих. Но нас не так, думаешь, ну это же Иисус, ну уж он молится больше, чем мы все вместе взятые, чего нам за его молиться. Да к тому же спать охота. Да и веки у нас отяжелели, и день был трудным и тяжелым. И уснули. Почему мы мы с вами должны помогать сильным? Да потому что существует духовный закон, который Бог заложил в этот мир. Этот закон находится в творении. Часто люди не понимают этот закон, поэтому вот есть история тоже связанная с нашим Господом, ее часто не понимают. Смотрите, Матфей 21 глава. Возникает вопрос, что-то Господь какой-то жестокий, а он не жестокий. Что-то Иисус как-то тут погорячился. Иисус не погорячился. Здесь просто есть определенный закон. Смотрите, Матфей 21 глава, 18 стих. Поутры же, возвращаясь в город, взалкал, то есть был голодным, и увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей, да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили, как это тотчас засохла смоковница. Знаменитая история о проклятой смоковнице, которая в разных Евангелиях находится. И не случайно Господь взял ее в Новый Завет, потому что здесь величайшая истина, что такое проклятие. Так вот, проклятие это брать и не давать. Все мы созданы, все мы устроены, мы чего-то берем и чего-то отдаем, чего-то берем и чего-то отдаем. У нас около дома есть такой небольшой садик-огородик, я не хотел его делать, но как бы жена настояла, говорит, хочу. И там она какие-то садит, кабачки садит, там тыкву садит, помидоры садит, и занимается немного, ну вот ей нравится, в удовольствие занимается. И она что-то туда вкладывает, что-то дает и ожидается, что это в то, что ты вкладываешь, воздаст тебе. Ожидается, и вот вчера она мне как раз позвала, говорит, посмотри, какая тыква выросла. И мы смотрим, такая хорошая, большая, самая первая тыква у нас. Она говорит, вот смотри, вот тут тыква, а вот тут, тут, тут ничего. И как вы думаете, если ты в что-то вкладываешь, а это дает тебе ничего, что ты с этим будешь делать? Вот представь себе, ты из года в год растишь клубнику, там поливаешь, удобряешь, кормишь ее, но ягод нет. Так что не нужно Иисуса обвинять в жестокости. Самоковница получает, она тянет соки из земли, она питается и ожидается, что она должна воздать. То есть, мы должны благословлять тех, кто благословляет нас, помогать тем, кто помогает нам. Кормить тех, кто кормит нас. Это духовный закон. А проклятие это брать и не давать. Сегодня Александр брал шестую главу послания к Галатам. Я вот тоже хочу открыть это место. Вот посмотрите, Павел пишет наставляемый словом, четвертый стих, нет, шестой стих, посмотрите. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог, поругаем, не бывает, что посеет человек, то и пожнет. сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. То есть, смотрите, Павел учит, благословляй то, что благословляет тебя. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, смотрите, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверить. Да, благотворительность хорошо, да, помощь там людям хорошо, но наипаче, если мы не помогаем друг другу, если мы не поддерживаем друг друга, то все, что мы там делаем, это ерунда, потому что мы должны поддерживать прежде всего, наипаче всего, своих поверить. Что сеешь, то и жнешь, учит священное писание, а мы хотим наоборот, хотим пожать изобилие, а сеем жадность. То есть мы делаем жадно, но ожидаем, что уж на нас должно излиться с изобилием, как, ну это же мы, у нас такие проблемы, мы такие красноречивые, когда идет речь о наших проблемах, и такие малословные, когда нужно помочь или поддержать, или сказать какие-то слова другому. Тут как-то красноречие вдруг заканчивается. сеем пренебрежение, а хотим пожать уважение. Что сеешь, то получаешь. Как один пастор сказал, который в свое время уж ушел из нашей церкви, там создал свою церковь, а потом и его церковь разделилась. Он говорит, Виктор, я теперь понимаю тебя. А что ты хотел? Что ты хотел? Сеешь сплетни, а пожнешь комплименты, сплетни про себя и пожнешь. Мы хотим сеять лимон, а кушать апельсин. Нет. Сеем жестокость, а хотим, чтобы у нас было много друзей. Сами ходим как буки такие. Что ты за мной никто не дружит? В церкви такие же, никто со мной дружить не хочет. Да я на тебя посмотрю, дружить с тобой не хочется, конечно же. Ты же сеешь недовольство, сеешь сплетни, а хочешь что? Много друзей? А Библия говорит, хочешь много друзей? Дружелюбным будь, то есть сей дружелюбие. Дружелюбие сей. Закон. То есть надо поддерживать сильных, тех, кто помогает, тех, кто благословляет нас. Сегодня такая ситуация, вот мы недавно с Дианой говорили, я не знаю, но мы с Дианой любим читать хорошие книги. В том числе есть очень интересная современная литература, мы с удовольствием читаем, и вот мы рассуждаем, а как сегодня выжить писателем? Вот ты читаешь книгу, думаешь, как классно, где бы еще скачать его книгу в интернете бесплатно? Ведь сегодня, да, мы сегодня с Дианой, у нас есть электронные читалки, и мы скачиваем книги. А потом думаешь, а как им жить? Ведь этот писатель, он хочет жить, и как ни странно, он хочет кушать, как и ты каждый день. но ты хочешь, чтобы он писал книги. Есть один писатель, мы каждый год ждем от него новую книгу, и он ее выпускает почти каждый сентябрь, вот приближается сентябрь, и мы уже с Дианой говорим, интересно, выйдет его новая книга в сентябре, как обычно, каждый год выходила, или не выйдет. А предыдущую книгу мы скачали бесплатно. Но я вам скажу, мы для себя нашли решение, мы нашли сайт, где мы можем этому писателю переводить деньги, и мы приводим ему деньги. Почему? Мы хотим благословлять сильного и талантливого и трудящегося, потому что мы с удовольствием питаемся его плодами. Есть один музыкант, чью музыку я очень часто слушаю в машине, дома. И эту музыку, как сегодня в большинстве случаев, мы скачиваем как бесплатно. Этот музыкант, он даже добровольно выложил все в открытый доступ. Но мы тоже нашли сайт, где мы можем этому музыканту переводить сумму денег, потому что мы пользуемся его творчеством. в современном условии бесплатно, но этот человек, он хочет и одеваться, и кушать, и пить, и у него есть семья, и дети у него есть. Но мы часто смотрим на таких людей, ну он же там по телевизору, он же там это, ну чего, уж как-нибудь проживет, вот есть бомжи, им надо помогать, а этому что помогать, с него надо требовать, он сильный, пусть всем дает, всех благословляет своим творчеством, и у нас возникает такое потребительское отношение. Мы не хотим платить налоги, но хотим ездить по хорошим дорогам, мы хотим пить воду, но совершенно не заботимся о колодце. Это ж колодец, его призвание воду давать, так ему дает. И мы часто себя оправдываем, ну мы так помогаем, ну да, может быть этому человеку я не даю, но он сильный, но вот он тому слабому я регулярно даю. Это напоминает, знаете, ты покушал в одном кафе, а пошел платить в другое. Например, пошел в Макдональдс взял и сказал а я вот заплачу в Сабвей. У них там что-то дело плохие. Плати там, где кушаешь, плати за то, что слушаешь, за то, что читаешь, за то, что благословляет тебя. Это закон. Помогай помогающему тебе, благословляй благословляющего тебя, поддерживай сильного, который несет ответственность за тебя. Я помню, когда мы в свое время записывали программы про отцов реформации, мы записали про Лютера, записали про Джона, про Яна Гуса и собирались ехать записывать про Джона Уиклифа, третьего такого отца реформатора. Я сказал, что мы поедем примерно примерно через год после записи программ о Яне Гусе, это был 2010 год, и мы уже в 11-м с Максимом собирались ехать, планировали ехать. Но потом у нас такое было время, когда мы стали усиленно собирать пожертвования для здания. и мы не могли потратить, потому что все предыдущие программы о Лютере и о Яне Гусе вы спонсировали эти передачи. Наша церковь полностью проплачивала эти программы. Мы, конечно, старались и не раскоцвили с Максимом, но мы. А тут наступил момент, когда наша церковь не могла уже платить, потому что у нас была большая задача приобретения этого здания. И мне писали много людей, пастор, ты пообещал, почему до сих пор не выпустили программы про Джона Уиклифа. Мы ждем. Там из одной библиотической школы писали. Мы уже показали серии, мы ждем про Уиклифа. Я им говорил, ну, мы пока не можем церковь, вот у нас есть расчетный счет, вы можете положить. И там никто ничего не клал. Они все хотели смотреть программы, но не хотели ничего вкладывать. Ну, это же Виктор Судаков, это же церковь новая жизнь, у них там много людей. Пускай сами, они сильные платят. Понимаете? И нет, до сих пор, и я вам скажу честно, уже не будет. Мне эта уже тема не так интересна, как в то время. То есть мы хотим, но мы не вкладываем. Или вкладываем, но не в то. поэтому помни тех людей, которые вкладывали в твою жизнь, которые укрепляли, поддерживали, помогали, на разных этапах жизни были столбами, не воспринимая это как должное. Не случайно же Писание учит нас почитать отца и мать, помните? Когда они старые, пожилые, когда они уже немощные, когда они же что-то ничего не могут. Почему? Да потому, что когда ты ничего не мог, они тебя обслуживали. Они помогали тебе, они вкладывали в тебя. Наступает время, когда ты должен вкладывать в них. И в конце я хочу из первого послания Коринфянам прочитать из 9 главы 9 стих, где апостол Павел говорит, «Ибо в Моисеевом законе написано «Не заграждай рта у вала молотящего». «А валах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится?» Вот кажется, «А зачем вала кормить? Ты посмотри, какая у него гора мышц, и сколько у тебя? Да он в стороне с тобой очень сильный. Пусть молотит предназначение вот такое молотить. А чтобы это еще было выгодно, намордник ему оденем. Уж кому-кому есть, да к нему, у него и так куча мышц. Надо дать вот слабым. Павел говорит, это же смешно. Надо вкладывать в сильных, которые помогают и служат тебе. вкладывай в то, что помогает тебе. Вкладывай в то, что служит тебе. Благословляй то, что благословляет тебя. Поддерживай сильных. И дальше Павел, чтобы не возникло вопросов, говорит, ну, тут не о валах-то речь на самом деле, а о нас. Тут о нас прежде всего, о взаимоотношениях между нами. Так, для нас это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждой, и кто молотит, должен молотить с надеждой и получить ожидаемого. Если же мы посеяли вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное. И вот апостол Павел это и говорит, вот, что ты хочешь видеть в своей жизни, вокруг тебя, в то и вкладывай, что ты хочешь видеть. Это такая простая вещь, но нам она кажется часто далекой, и мы это не делаем, а потом удивляемся, а мы хотели это, а этого нет, а мы ждали это, а этого нет, почему, а что ты сделал, чтобы это было, ну а что я могу, я маленький человек, что я могу сделать-то, ну вот каждый так и думает, каждый так и думает, и потом ты не видишь то, что хотел бы, то, что ожидаешь, потому что сам не сделал ничего для этого, поэтому есть духовный закон, поддерживай именно то, что ты хотел бы видеть, распространенным везде, вкладывай в то, что ты хочешь видеть, что ты хочешь слышать, благословляй то, что благословляет тебя, благословляй то, и это самое главное, самое главное, тогда эти сильные будут и жить дольше, и совершат больше, и твоя часть будет в этом, ты поддерживал, ты вкладывал, ты стал частью их работы, их труда, вкладывай в то, что ты хочешь видеть на этой земле. твоё, ты ты Субтитры подогнал «Симон»